Российская студвесна отмечает четверть века, хотя в Чувашии она появилась даже раньше. Первые ежегодные конкурсы студенческой самодеятельности стали проводить учащиеся Чувашского государственного университета. В 80-е и 90-е годы эти выступления назывались «капустниками». Сегодня студвесники ЧГУ побеждают на республиканских этапах и участвуют во всероссийских. На концерте одной из команд побывала наша съемочная группа. Химики, медики и управленцы. Знакомьтесь, это сборная трех. Или пупсики, как их прозвали болельщики. Выступления медиков всегда отличались особой философией и легким трагизмом. В этом году пупсики сменили направленность, взяв за основу ирландскую пьесу «Колека» с острова и Нишман. Это наша традиция, делать более серьезные постановки, но тем не менее будет доля юмора и, конечно же, яркие номера. Медики отличаются все-таки, наверное, каким-то интеллектуальным юмором, очень таким острым, иногда, может быть, колким. Вообще, команда ЧГУ уникальна. К примеру, на студвесне историко-географического факультета можно расслабиться, посмеяться. А строители неожиданно поражают зрителя своей эмоциональностью. Действительно, это своя атмосфера, свой позитив и сегодня я могу для себя убедительно сказать, что это намного более высокое и интересное занятие для молодежи, чем вести нездоровый образ жизни, допустим, или выходить на какие-то митинги. Традиции студвесен Чувашского университета ценят и за пределами республики. Ежегодно наши студенты участвуют в российской студенческой весне. Традиционно мы являемся, скажем так, ведущим возом, не побоюсь этого слова, ведущим возом, который делает самые интересные, самые красочные, самые многогранные студвесны. И многие наши студенты объездили всю Россию, были и в Тюмени, в Казани, в Ульяновске, во многих других городах. Сейчас мы готовимся к республиканской студенческой весне, она будет проходить в Туле, ну и, соответственно, дальше мы планируем попасть в Кремлевский дворец на завершающую всероссийскую студенческую весну.